Стенд Wall & Deco яркий пример всех трендов, всех актуальных трендов. Я напомню, это компания, которая производит виниловые обои, но теперь это не просто винил. Это так называемый биовин, то есть это материал, который имеет природное происхождение, то есть этилен для производства этих обоев, он имеет природное происхождение из так называемой древесной массы. И в этом году компания запустила целую серию, которая выполнена теперь из этого материала, и эта серия в ближайшее время уже будет доступна. Называется она Deco Dura. И это означает, что эти обои, несмотря на то, что они природного происхождения и соответствуют всем принципам устойчивого развития, они по-прежнему долговечны, так же, как и обычный винил. Они красивы, и они, кстати говоря, стоят столько же, сколько и обычные обои. И это, конечно, очень классно, потому что обычно экологичные материалы стоят дороже, и в этом есть компромисс, потому что нужно, в общем, иметь определенный бюджет для того, чтобы быть экологически сознательным. Вот здесь теперь все проблемы решены. Что касается дизайнов, то они, естественно, тоже соответствуют современным трендам. Здесь представлены в основном природные мотивы, и эти природные мотивы имеют такой гигантский масштаб. Это огромные листья коллекции арболе, замечательные наяды, совершенно потрясающее, умиротворяющее спокойствие, сирену. Ну и, кстати, что касается природных ландшафтов, то здесь все тоже очень замечательно. Абсолютная грация саванны, ну и, конечно, коль скоро мы в Париже, во Франции, то без Жаверни не обошлось. Жаверни — это местечко, где находится дом Клода Мане, и где он писал знаменитые кувшинки, находясь на своем живописном пруду. Ну и еще одно важное дополнение заключается в том, что в коллекции Decoduro предлагаются две фактуры. Первая фактура, она так и называется — texture, то есть она имеет довольно яркую текстуру холста. Вторая имеет более деликатную поверхность — она называется sand. Она практически гладкая, но, тем не менее, при близком взгляде вы увидите вот этот мелкий-мелкий-мелкий песок, опять же, из той же самой пустыни. Ну а поскольку у нас все-таки главная тема выставки — это Tech Eden, то есть это и технологии, и природа, то без технологий в виде архитектуры здесь тоже не обошлось. Представлены новые коллекции Arcantico, ну то есть античные арки. Естественно, Италия славится своим наследием, а именно из этой стороны — компания Волан Деко, и также архивиста. Ну и здесь еще стоит напомнить, что компания Волан Деко кастомизирует свои дизайны именно под архитектурные особенности того или иного помещения, поэтому если вдруг у вас на пути арки окажется окно, то можно попросить немножко модифицировать ее, чтобы арка была целой, ну и окно в нее замечательно вписалась. Это касается, кстати, абсолютно всех дизайнов, и это абсолютно нормальная регулярная работа для Волан Деко. Проходя мимо итальянского уголка, не будем проходить мимо. Загляну в картель. Там, конечно, не так много новинок, как это бывает на миланском салоне, но что важно, что эти новинки уже здесь. Я имею в виду те, которые были представлены в Милане, потому что, ну, есть определенная задержка с поставкой в шоу-румы того, что представляется на салоне. Здесь, нужно сказать, из последнего, это новый дизайн керамических столешниц для столов. Называется Tundra, такой более экспрессивный. Нужно также сказать, что очень классные стульчики, которые придумал Филипп Старк. Это элегантца Элла и Ниа. Ну, точнее, Элла это стульчик, а не это креслица. И вот эта самая элегантца в прошлом году летом была удостоена приза Best of the Best в премии Red Dot немецкой. Это тоже, в общем, можно сказать, большой успех. Также здесь представлена вся коллекция Радольфа Дардони. Это, понятный, Кей Уэйт, диваны, кресла. Кресла, кстати, не так давно стали поворотными. Это светильник, который был представлен также на салоне в прошлом году Кей Люкс. Ну и, конечно, коврик Кей Лим, который, кстати, выполнен из пластикового мусора переработанного, что тоже, на мой взгляд, очень важно. Важно еще то, что существующие коллекции развиваются. Например, коллекция для улицы High Ray теперь имеет высокий барный стол. Это, кстати, довольно редко встретишь не у контрактных производителей. Ну и, кстати, что касается Outdoor, там добавились еще коврики и чудесное кашпо для уличных растений, что тоже немаловажно. Ну а если окажетесь на улице под ярким солнцем, то, конечно, вам понадобятся солнцезащитные очки. Теперь такие есть и у картель, так что можете выбрать. Над ними также поработали знаменитые дизайнеры-архитекторы. В следующий раз обязательно что-нибудь примерьте. Палтрона Фрау в Париже всегда тоже представляет какую-нибудь элегантную коллаборацию. И в этот раз это коллаборация с фэшн-дизайнером Азвальтом Буатенгом, который привнес культуру и крафты Африки в дизайн, прежде всего, обивки. Азвальт Буатенг работал в свое время с дживанши, а также известен как портной очень дорогих костюмов. Ну и здесь мы видим, что классические предметы Палтрона Фрау одеты в эти дорогие костюмы с африканским паттерном. Выполнены эти паттерны на коже методом тиснения. И здесь нужно сказать, что это на самом деле достаточно сложно на больших кусках кожи сделать такое тиснение. Цвета тоже, естественно, максимально яркие, африканские. Причем как для кожи, тут их 4 оттенка, так и для ткани. Причем на ткани паттерн по масштабу чуть больше. В общем, выглядит действительно очень ярко. И, кстати, нужно сказать, что эти же паттерны используются в том числе и для обоев. Так что теперь практически весь интерьер можно сделать от Палтрона Фрау. Ну а Кассино уже вовсю готовится к летнему сезону 2024 и представляет аутдор-коллекцию культурные ландшафты. Ну, в общем, здесь таких прямо вот совсем суперистических новинок нет. Это аутдор-версии уже существующих коллекций. Это и столовая группа Трампа Лайн от Патрисии Уркеволы в аутдор-версии. На кубрике, соответственно, тоже аутдор-версии, выполненного из полиэтилена. Это исторические иконические утрихты Геррито Ритвельда, тоже исполненные в версии аутдор. Ну и коллекция мягкой мебели для улицы Эко-софт от Антонио Четырио, которая тоже выполнена в аутдор-версии. И здесь и стол, огромный, на самом деле, журнальный стол. Здесь диваны. И мне очень понравился Daybet. Ну и, кстати, все расцветки прямо, ну, очень классные. То есть, это довольно яркие цвета, но при этом это, опять же, природные цвета, очень приятные глазу.